Всем привет! Сегодня я расскажу очень интересную историю про осьминога Пауля. Это такая история из жизни игроков в букмекерских конторах. История охуенная, поверьте мне. Наслушайте ее до конца. Вот у всех есть там святые, да? Там православных, мусульман, там. У кого-то там... Это вот святой там только для детей, это святой там для рыбаков, там для виноделий и тому подобное, да? Так вот у игроков в букмекерских конторах есть свой святой, да? И он не навязан, блядь, там, церквью или чем-либо подобным, да? Он навязан реальностью. Это реально святой. И это святой осьминог Пауля, да? Там у всех святые это люди, а вот у игроков в букмекерских конторах это святой, это осьминог Пауля. О, святой Пауля! Это действительно правда. И у каждого игрока в букмекерских конторах, профессионального игрока, стоит в рамочке иконка с осьминогом Пауля, да? Это правда, это действительно правда. Вот. И я расскажу, почему так получилось. Святым он стал в осьминог Пауля в 2010 году, когда он умер. Вот. Расскажу эту всю историю. Появился осьминог Пауля в 2008 году и прожил всего два года. Но это нормальное время для жизни осьминога, потому что они живут два года примерно, да? Ну, там, тихоокеанские осьминоги живут до пяти лет. Но в целом цикл жизни у них очень-очень короткий. Но за эти два года этот осьминог Паул натворил таких дел, что просто пиздец. Вот. Ну и... Он жил в аквариуме, да? По-моему, в каком-то инкубаторе он вылупился, его посадили в аквариум. Он там жил. В Германии, да? И вот начался чемпионат Европы 2008 года. Не помню даже, где он проходил, но это не суть. Важно в том, что... Ну, знаете, там вот какие-то развлечения во время чемпионата Европы, да? Там во время какого-то футбольного турнира, там. Это наш талисман, блядь. Это хуйня. Это тот, это тот, это тот. Всякие кантилаки, хуйлаки, всякая хуйня. Ну, обычная ебучая развлекава, да? Ну, чтобы как-то развлечь людей, которые очень-очень далеки от футбола. И вот он стал, типа, такого талисмана, блядь, чтобы предсказывать футбольный матч. И вот он предсказывал только матчи сборной Германии, где участвовала только команда Германии. Почему так? Потому что он сам был в Германии, жил в аквариуме в Германии. Ну, а немцы, они, блядь, как известно, как были нацистами, так и остались. Они предсказывали только матчи с участвованием сборной Германии. И вот такие результаты он показал, да? Как видите, во всех матчах он предсказывал только победу сборной Германии. Естественно, это, скорее всего, неправильная выборка, да? Скорее всего, ничего не предсказывал. Это, скорее всего, там, просто, блядь, ну, кто ему давал корм, да, выставлял эти банки с кормом, да? А он просто хотел, чтобы он выбирал сборную Германии, да? Вот к этим результатам нельзя относиться серьезно. При этом все равно результат его охуенный. Он только два раза ошибся, да? Остальных все время он угадывал. Вот, ну, повторяю, это, скорее всего, фиктивные данные, потому что, ну, мы видим, что, скорее всего, человек тут замешан. Потому что во всех матчах выбирать сборную Германии, ну, скорее всего, нет. Ну, немцы, блядь, есть немцы, блядь, фашисты есть фашисты, блядь, они всегда, блядь, на свою ебучую Германию, блядь, будут жопу рвать. Поэтому во всех матчах он почему-то выбрал Германию, да? Вот. Но, ну, это результаты были как результаты, никто их не заметил. Но вот начался чемпионат мира 2010 года. И вот тут Пауль, блядь, натворил таких делов, блядь. Таких делов, что вы просто охуели. Дело в том, что он также предсказал на матче чемпионата мира с участием сборной Германии. Вот. Ну, и в конце он там полуфинал еще предсказал. И вот эти предсказания. Он угадал все. Он угадал все матчи. Все. Все. И это правда. И, как бы сказать, там не было того, что он постоянно стал на Германии. Потому что был матч Германии-Сербии, он стал на Сербии. И Сербия выиграла. Коэффициент был какой? 6. На победу Сербии. Я тогда помню. Я все коэффициенты помню, которые были тогда. Вот как сейчас-то было. Вот. И, блядь, кто сказал, ну, блядь, угадал, угадал. Да, можно было бы так сказать. Если бы не одно «но». Я помню, как сейчас, в те времена, да. Я как-то зашел в кафе, да. Я еще не в Питере жил. Зашел в кафе. Это уже был чемпионат мира. Шел уже где-то, заканчивался в групповой этап, да. Знаешь, сел, что-то там, по-моему, что-то мне там принесли, да, и ем. И телевизор стоит, и мужик какой-то, ну, видно, что он настолько далекий от спортивных ставок и спорта, и он... И там вот начинается вот начало часа, да, и начинается новость какие-то по первому каналу, да. Там, ну, знаешь, как изначально там говорится о обзоре всех новостей, там, блядь, там, курс доллара упал, там, блядь. Вот какая-то межведовственная комиссия выбыла кого-то в жопу, там, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и в конце, говорит, осьминог Пауль сделал новый прогноз. И мужик этот говорит, блядь, о, блядь, послушаем, что этот Пауль нам сегодня напрогнозировал. Понимаете, ребята, в чем было дело? Дело в том, что самые большие ставки, самые большие суммы, самое большое количество денег делаются на чемпионате. Мир по футболу, чемпионате Европы, вот. А в это время ставят деньги те, кто вообще никогда не ставил, вообще, просто, вообще, да. И в основном в это время, так как приходят, в основном во время чемпионата мира, чемпионата Европы, когда приходят люди, очень далекий ставок, да, им кажется этим людям, что, блядь, да, это все просто, поставь на Германию против, там, Сербии, да, с коэффициентом 1,2, да, блядь, десятку сейчас поставим, да давай 100 тысяч поставим, 100 тысяч поставим, блядь, и выиграем, блядь, потом, блядь, приходят, блядь, 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 как мало Сербия выиграет. То есть эти люди далекие от спорта и ставок, они не пуганы, им кажется, ну, фаворит, блядь, ясен хуй, выиграть, ебану в рот. Вот, и они ставят такие суммы, блядь, просто пиздец, просто пиздец, я не проеб, самые большие доходы букмекерской конторы, это во время чемпионата мира, чемпионата Европы, доходы настолько огромные, блядь, просто пиздец. Вот, и вот все эти букмекерские конторы приготовились, блядь, бабки собирать, да, как всегда, блядь, каждый чемпионат мира, или Европа, они собирали огромные суммы, но тут, блядь, уходит на его сцену, это ебучий Пауль, блядь. Понимаете, в чем проблема там была, а не в том, что Пауль угадал, он мог угадать все, допустим, и А2 не угадать, тогда было бы нормально, все бы все равно один хуй слили, ну, просто, я много писал, допустим, он угадал 4 подряд результата, а пятый не угадал, ну, и на пятый результат бы все бабки люди и поставили бы, потому что они слушали этого Паульа. Они все бы бабки поставили, абсолютно все, то есть они выиграли вот 5 матчей подряд, и вот условно говоря, там с 10 тысяч он поднял, блядь, да, до 100 тысяч, и он 100 штук бы поставил на все эти бабки, на последний матч, да, и проебал бы. И конторы бы все вернули бабки. Вся проблема была в том, вся проблема для букмекерской конторы, что Пауль абсолютно все матчи выиграл, и игроки, которые следили за этим Паулем, они просто ничего не могли проиграть. Они все с начала чемпионата до конца, они выиграли все свои деньги, абсолютно все. Вот в этом была вся проблема. А много ли выиграли? Да хуя! Вот этот, так сказать, общий коэффициент. Вот если, я просто, на каждый матч я помню общий коэффициент, да, на победу команды, которая сыграла, да? Вот, допустим, на победу Сербии над Германией был коэффициент 6,2. Прикол в том, что ты вот эти вот, я просто эти коэффициенты помню. Прикол в том, что я очень точно помню коэффициент. То есть, общий коэффициент, если все перемножите, да, да, будет 394. И вот я в Википедии смотрел, да, какая вероятность угадывания Пауля всех этих матчей. Она составляет 1,404. То есть, у меня 394 коэффициента было, а там 404. То есть, очень близкие коэффициенты были. Очень, невероятно близко. Вот что я написал вам, это очень-очень близко к реальность. Невероятно близко. Вот, факт в том, что человек, если, условно говоря, брал тысячу, да, и ставил на каждый исход, когда говорил Пауль, он с этой тысячи выиграл 394 тысячи. То есть, играл коэффициент 394. Чтоб вы понимали, да. Ну, конечно, можно было выбирать букмеки с конторы, где коэффициент на это событие гораздо больше. Тогда бы, наверное, коэффициент там 600 сыграл. Да? Ну, допустим, ты стоишь не на коэффициент 1, там, 3, а находишься на конторы, где коэффициент 1,37. Да, такие конторы были, конечно же. Ну, мы берем минимальный коэффициент, да, и минимальный коэффициент это 394. Если ты на все матчи подряд ставил, то есть, сугубо все эти матчи, которые говорил Пауль, ставил в экспресс, вот, предусловно, он говорит, тысячу стоил, но там выиграл 1300. 1300 ставишь на следующий матч. Вот так все делаешь, да, ты выиграл что за штуки 394. Блядь, проблема в том, что было люди, которые ставили не тысячу изначально, а 5000. Соответственно, там какие-то миллионные прибыли были. Блядь, и не в этом даже дело в том, что, блядь, эти экспрессники выиграли. Ну, выиграли, выиграли, что, блядь, конторы обеднеют. Вся проблема в том, что было, что это было все нарастающее. Как сарафанка. Потому что, блядь, сегодня там несколько человек поставили на первый матч Пауля, выиграли. На второй матч тоже поставили, выиграли, да. И уже начался пиздеж. И люди начали рассказывать, что мы, блядь, ставим по... По тому, как говорит Пауль, они стали, люди рассказывали другим людям на своей работе, там, блядь, на учебе, где угодно. И люди стали, другие, которые это слушали, блядь, надо попробовать. И они стали пробовать. И у них тоже получилось, блядь. И они стали рассказывать другим. И вот где-то к первым, четвертьфинальным матчам уже люди, блядь, начинали заряжать суммы. И суммы эти были зашкаливающими. В том-то и дело, что по сарафанке, так как Пауль все это выигрывал, люди уже ждали каждый день новость. А что там скажет Пауль нам? В том-то и дело. Понимаете, вот эта сарафанка, по которой Пауль все время выигрывал, она... И хайп самого чемпионата мира, она достигла до такого предела, что люди с утра ждали, что там в новостях скажет нам Пауль, блядь. Да, это правда, потому что... Я же помню, как начинались новости, и люди говорили, блядь, да уберите нахуй эту политику, что нам сказал этот ебучий Пауль, блядь. Это правда. И вся проблема в том, что... Он и во всех матчах угадал. Повторяю, если он хоть в одном матче, там, в финале бы не угадал, это все бабки вслили. Но угадал все. И какие там были суммы, мы не знаем. Действительно не знаем, потому что... Суммы были зашкаливающие. И дело в том, что выиграли люди, которые никогда ставками-то и не занимались. Они просто ставили, тоже сказал Пауль. И это было... Это массовая истерия была. Все массово ставили на это. Массово, блядь. Это не было просто так, игроки там ставили. Нет, это было массово. Повторяю, какие там суммы, не знаю, и... Букмекерцы контора во время чемпионата мира выебали так, так выебали, что просто... Я не знаю. Я знаю, что там были такие проебы у букмекеров. Просто пиздец. Это несмотря на то, что там... Говорят, что букмекерцы которые никогда не обеднеют. Бывают такие моменты, что, блядь, проигрывают очень много. И это был такой момент. Так вот, вот с... Осьминог Пауль, блядь, он выебал все эти конторы, блядь. Он... Да... Во всех матчах угадал. Ну, не знаю, как он это делал, в хуй его знает. Ну, вот, и проводили там... Многие, блядь, ученые, блядь, ученые, блядь, в кавычках, ученые, блядь, со Стэнфорда, блядь, начали делать комментарии. А как это он угадывал? И многие говорили, ну, потому что там был желтый цвет, и он выбирал желтый цвет. Ну, блядь, на сборной Сербии не было желтого цвета. Ёбаные вы олени, блядь. Какой там желтый цвет, блядь? Ну, типа, во флаге сборной Германии был желтый цвет. Не было там... У сербов не было, например, желтого цвета, да? Вот. И потом один математик со Стэнфорского университета говорил, ну, блядь, тут никакой, блядь, случайности нет. Это нормальная вероятность, что он угадал все матчи. 1 к 4, 104. Вероятность, блядь. Я так смотрю, блядь, я математик, блядь, который имеет высшее образование, тогда смотрел бы, блядь, ну, у вас в Стэнфорде тоже долбоебы есть, блядь. Ну, когда говорят там, что вероятность, математическая вероятность нормальная, абсолютно нормальная, когда 1 к 4, 100 к 1 к 4, 100 к 1 к 4, 100 к 4, ну, это, говорит, человек уже ебнутый на голову, блядь. Ну, это ненормальная вероятность, естественно. И потом бэкмэрская контора Бэтфейр, да, выпустила релиза, где сказал, ну, знаете, вероятность 1,404 является не совсем обычной. Да, просто вот так. Ну, факт в том, что, конечно же, осьминог Пауэр тогда выебал всех. Да, и до сих пор все вспоминают, никого, ничего подобного никогда там не удавалось там. Многие там всяких своих ставить талисманы, там выкладывали, короче, чтобы они делали свои прогнозы, ничего подобного не получилось ни у кого, да. Вот. А что потом произошло? А потом, спустя 2 месяца, он умер просто. Это осьминог Пауэр, великий Пауэр, блядь, умер. Многие говорили, что его просто заебашили, блядь. Но, скорее всего, там была естественная смерть. Потому что осьминоги живут до 2 лет. Его не набло, не убивают, он своей смертью бы все равно умер до 2 лет. Вот. Но вот с тех пор осьминог Пауэр является иконой, иконой игроков в букмекерской конторах. Это действительно икона. И когда у вас какой-то важный матч, вы молитесь Пауэр ой, великий Пауэр сделал так, чтобы я выиграл. Потому что это, блядь, действительно икона. И она... Это икона, которая подтверждена делами. Они всякие там святые, блядь, которые, блядь, навязала церковь или там, блядь, что-то другие, там, иудей, мусульмане. Это действительно животное, которое действительно выбыл все в букмекерской конторы и помогло всем игрокам выиграть в букмекерской конторах. Время чемпионата мира 2010 года. Вот. А знаете, там была даже интересная история, что этого Пауля, блядь, закатали в банку. Блядь, пиздец, да? Закатали в банку и вот где-то спустя там месяц после его смерти, да, его, эту банку опустили на дно другого аквариума в то время классика. Эль Классика и Реал Барса, да? И эта банка, блядь, оказалась ближе к Гвардиоле, к тогдашнему тренеру Барселону, блядь. И действительно Барселону разохуярило, блядь, тогда Реал, причем очень сильно. Вот, даже тогда, блядь, еб-то, дух, дух Пауля, блядь, еб-то, подсказывал, на что ставить. Да. Представляете, тогда еще, банка даже с Паулем, блядь, она предсказывала правильно. И после этого времени эту банку никто не видел, блядь. Блядь, скорее всего, букмекер сказал, да, блядь, уничтожите этого ебучего Пауля, сожгите его нахуй и развейте по ветру. Вот. Но мы, блядь, помним Пауля, блядь, и у нас стоят иконки его, и обязательно иконки с Паулем. Когда какие-то матчи, блядь, молитесь на великого Пауля с нашего святого, потому что его дух приходит и помогает вам. Вот такая история. Интересная, на мой взгляд, история. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok